МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завораживающие танцы от Майкла Джексона и многое другое. В регионе стартовала череда губернаторских елок. Особая программа в этот раз у старшеклассников – селфи-вечеринка. С главными событиями этого дня в студии Олег Котанзийский новости начинаются. На предприятии объединенных котельных и тепловых сетей подсчитали стоимость модернизации технических мощностей. По предварительным оценкам специалистов, на это необходимо более 1 миллиарда 120 миллионов рублей. Учитывая, что таких доходов ПОК попросту не имеют, а бюджет собственника предприятия, мэрии, раза в полтора меньше. Сумма для коммунальщиков неподъемная. Ранее администрация региона настаивала на передаче ПОК-ЭТС в собственность округа, поскольку соответствующие полномочия в сфере ЖКХ с 2015 года перешли от Наринмара к властям региона. Это предложение, впрочем, город не принял. Какие перспективы есть у крупнейшего предприятия в сфере ЖКХ сегодня? На какие средства строить котельные, прокладывать новые тепловые сети и модернизировать очистные сооружения? Ответы на эти и другие вопросы руководство ПОК-ЭТС изложило в презентации о текущем экономическом состоянии и дальнейшей перспективе предприятия. Сегодня ее презентовали главе региона Игорю Кошину. Выслушала ее также и моя коллега Ирина Цепитова. Презентацию о текущем состоянии и перспективах развития стратегического для города предприятия представила директор Наталья Бетхер. Одной из главных проблем предприятия по-прежнему остаются кредиторские и дебиторские долги. Сегодня управляющие компании должны ПОК-ЭТС за ресурсы порядка 358 миллионов рублей. Эти неплатежи не позволяют предприятию покрывать собственные долги по кредитам Печорнефтегазпрому и окружной электростанции. Впрочем, в этом году ситуацию удалось стабилизировать. Долги уже не растут в геометрической прогрессии благодаря системе расщепления платежей за ресурсы, которые идут в обход управляющих компаний, отметила Наталья Бетхер. Вместе с долгами на повестке давно назревшая необходимость в капитальной модернизации имеющихся мощностей. Цели и задачи модернизации – это снижение затрат на выработку одной гикокалорий тепловной энергии, увеличение надежности городской системы теплоснабжения. Любая модернизация – это вложение финансовых средств, поэтому сегодня на предприятии разработан четкий план привлечения инвестиций. Итоговая сумма необходимых финансовых вложений по предварительным расчетам специалистов – более 1 миллиарда 120 миллионов рублей. Согласно документу, в капитальной реконструкции нуждаются все системы предприятия – водо- и теплоснабжение и водоотведение. Изыскать средства на модернизацию по КТС намерено из нескольких источников. Согласно федеральным законам о фонде содействия реформирования ЖКХ, государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, а также законе о концессионных соглашениях, источниками инвестиций могут быть средства предприятия в размере амортизационных отчислений, средства окружного и федерального бюджетов, а также привлечения частных инвесторов. Вниманию заинтересованных лиц Наталья Бетхер представила и план реализации инвестиционной программы. На первом этапе с 2016 по 2018 годы она потребует более 800 миллионов рублей. В докладе также прозвучала финансовая доля каждого из возможных источников инвестиций. Первый вариант – это средства предприятия 10%, это порядка, ну то есть это амортизационное отчисление, это порядка 80 миллионов, и средства окружного бюджета 723 миллиона 938 тысяч. И второй вариант – средства предприятия 10%, средства окружного бюджета 60%, средства федерального бюджета или частного инвестора – это 30%. Как, а главное, за чей счет будет проходить модернизация тепла и водосетей, пока неизвестно. Достаточных для реконструкции средств у предприятия нет. Нет их и у города, собственника коммунального хозяйства. Уже сегодня на предприятии остро стоит проблема нехватки мощностей. В составе ПОК-ИТС 18 котельных с суммарной производительностью 103 гигакалории в час. Для развивающегося города этого явно недостаточно. По снегам, благороду, мы дадим к нам. У нас должна быть мощность 160 гигакалорий. Правильно? На сегодняшний день. А с учетом перспективы развития, у нас должна быть мощность 200-250. Аналогичная проблема сегодня и на очистных сооружениях. Суммарная мощность центральных очистных, очистных Качгарта и Бондарки – 4365 метров кубических в сутки. Сегодня это предельные возможности объектов. Такие параметры не позволяют наращивать темпы строительства жилищного фонда, отметил глава региона Игорь Кошин. В ПОКИТС согласны. Строить город нужно с учетом технических возможностей. Нужно учитывать здесь развитие города с учетом запроса технических условий. На сегодняшний день нам нужно увеличивать, так как мы планируем развивать, строить город, то есть увеличивать мощность водозабора, а у нас есть возможность увеличить мощность водозабора до 8 тысяч. Ну, соответственно, и очистные. Можно увеличить до 8 тысяч. Впрочем, сегодня город ведет реконструкцию центральных очистных сооружений и сооружений в Качгарте. Но контракты уже давно просрочены. Сдать работы подрядчик должен был в июле и декабре прошлого года. Сроки перенесены на июль 16-го. Претензионная работа с подрядчиком ведется и по очистным на Бондарке. Глава региона поручил правоохранительным органам взять на контроль просроченные контракты. А администрация Наринмара подготовит детальную документацию по развитию предприятия. Задьян Васильевич, значит, ОГР в прошлом году предложил механизм работы. Вы считали, что другого. Поэтому у меня просьба. Во-первых, выполните решение операционного совещания. Губернатор с правоохранительной структурой в отношении БОКа решения не были. И всю необходимую документацию, которая по дальнейшему развития, пожалуйста, давайте готовить. Выполнить поручение главы региона администрация Наринмара должна в течение январских праздников. Другим темом один из главных транспортных узлов региона Наринмарский морской порт выкупила Ненецкая нефтяная компания. Морпорт стал третьим активом ННК, 100% акций которой принадлежат округу. Ранее компания выкупила имущество обанкротившегося Наринмарстроя и создала еще два окружных актива. Это ННКстрой и Наринмарстройинвест. Первое – общество будет заниматься производством строительных материалов. Второе – выполнять строительные работы. Впереди у руководства морского порта разработка плана развития и выхода из кризиса. Просроченная задолженность предприятия составляет 70 миллионов рублей. Стабилизировать работу порта необходимо в первую очередь с целью дальнейшего развития инфраструктуры региона, считают в руководстве округа. Мы нацелены на развитие региона в любых экономических условиях. Именно поэтому бюджетные расходы требуют особого внимания. Регулярные прививки окружным предприятиям уже не помогают, это очевидно. Нужна новая вакцина, которая даст импульс к развитию. И главное, что сейчас необходимо сделать, это разработать бизнес-планы, которые позволят предприятиям не существовать, а развиваться и приносить прибыль, считает Игорь Кошин. О неэффективности деятельности многих предприятий, в том числе государственных, говорили и во время пресс-конференции президента, которая состоялась на прошлой неделе в Москве. И вот как на эту тему вылезался Владимир Путин. Все и госкомпании, и государственные органы управления должны действовать более эффективно и сокращать неэффективные расходы. И здесь точно совершенно есть над чем работать. Смотрите далее выпуски. Социальные перемены, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование летнего детского отдыха в регионе остается на уровне этого года. Так, у меня 5, но я думаю, на 4. Первая пробная. Регион присоединился к масштабной всероссийской акции «Тест по истории Отечества». Работу в округе написали несколько сотен человек. Новости продолжаются. Финансирование летнего детского отдыха останется на уровне этого года. Несмотря на новые экономические условия, пройти оздоровление на российских курортах смогут более тысячи детей. О том, кто сможет отдохнуть этим летом и что изменилось в сфере социальной защиты, рассказала журналистам Нинель Семяшкина. По путёвкам мать и дитя в 2016 году отдохнут более тысячи окружных детей. Это 800 человек из очереди 2014 года и 200 из 2015. Таким образом, в новом году количество детей, отдохнувших на российских курортах, останется на уровне прошлых двух лет. Для этого в бюджете 2016 было предусмотрено более 64 миллионов рублей. Цифра превышает выделенные средства в 2014 и в 2015 годах. Стоимость одной путёвки составляет в среднем 52 тысячи рублей. В новом году изменения коснутся и социальных льгот. Так, до 1 января 2017 года округ приостанавливает финансирование дополнительного горячего питания. Его предоставляют школьникам из малообеспеченных семей в праздничные и выходные дни. Ежегодно такую льготу получают около 170 городских школьников, а также учащиеся сельских школ. Сегодня даже в городе Наринмаре люди приезжали, ребёнка привозили попитаться, а сейчас даже не привозили, а брали ребёнку увезти продукты на машинах. Доход показывают низкий, к сожалению, у нас есть, на Наринмаре у нас есть проблемы неформальной занятости. Когда доходы в правках по 10 тысяч, но люди имеют хорошие квартиры, хорошие машины и ходят в ногтях в шубах. Но тем не менее, когда они понимают, что им какая-то льгота предоставлена, наш народ такой, что он от этой льготы не готов отказаться. Тем не менее, питание в учебные дни сохранится прежним. Завтраки и полдники получают все ученики независимо от дохода семьи. Сегодня стоимость одного школьного обеда или завтрака составляет 107 рублей. Дополнительного питания для детей из малообеспеченных семей – 50 рублей. На обеспечение этой льготы ежегодно в окружном бюджете выделяется отдельная строка. В 2013 году на эти цели было выделено порядка 104 миллионов рублей, в 2014 – более 101 миллиона, и в 2015 – более 160 миллионов рублей. Что касается социальных выплат, в новом бюджете предусмотрены средства на их индексацию. С 1 сентября следующего года они увеличатся на 4%. Исключения составят выплата за особые заслуги перед округом и ежемесячная компенсационная выплата для пенсионеров в 3100 рублей. Также будет приостановлена выплата в 10 тысяч рублей ко дню семьи приемным семьям. Сегодня им оказывается достаточная поддержка, и эта норма является дублирующей. Существенные изменения ожидают пассажиров общественного транспорта. С 1 января изменится порядок оплаты проезда на городских и муниципальных маршрутах. Право на бесплатный проезд получат учащиеся и студенты, имеющие доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также без оплаты смогут ездить лица старше 70 лет. Со скидкой в 20% или за 15 и 20 рублей будут ездить студенты-очники, учащиеся до 18 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. За 80% от стоимости билета сможет проехать целая категория граждан. Среди них пенсионеры, ветераны труда и военной службы, супруги ветеранов Великой Отечественной войны. Единственная категория, которую необходимо будет получить дополнительные справки, это дети, у которых доход на члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Все остальные категории, которые обозначены в законе, они имеют право сегодня в рамках льготы, которая им предоставляется. И у них есть удостоверение на эту данную льготу. Оптимизация окружных расходов в 2016 году коснется госслужащих и работников бюджетных структур. Организации сократят премиальные и стимулирующие выплаты. Оклады и все коэффициенты останутся вне сокращения. По словам Нины Альсимяшкиной, новый бюджет депутаты постарались сформировать максимально адресным, справедливым и социальным. Валентина Чибич и Владислав Носкин, Телеканал Север. Наринмарцы наравне со всеми россиянами впервые приняли участие в тесте по истории Отечества. Более 140 жителей округа решили проверить свои знания. Масштабная образовательная акция, организованная молодежным парламентом при Госдуме, прошла в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией». В нашем регионе инициатором мероприятия выступила общественная молодежная палата при собрании депутатов Ненецкого округа. Написать работу мог любой желающий. Достаточно было прийти на один из проверочных пунктов. Они располагались в школе поселка Искателей, Ненецком аграрно-экономическом техникуме, библиотеке, поселке Лисозавод, а также в нескольких населенных пунктах. Проверить свои знания можно было и онлайн. На специальном сайте на тест из 40 вопросов отвели 45 минут, то есть отвечать нужно было быстро. Цель акции организаторы сформулировали так. Важно повысить интерес к изучению нашей истории, чтобы тем самым противостоять попыткам исказить правду. Непосредственно правильные ответы можно будет узнать 21 числа. Они будут вывешены на официальном сайте, на сайте собрания депутатов округа, и также на сайте История Отечества. Мастер и Маргарита Понна Рейнмарский в регионе прошел предновогодний молодежный бал, а также губернаторские елки. Об этом буквально через минуту. Я считаю знаменательный такой год. Ну, для меня в целом замечательно и шикарно. Элегантные леди, галантные мужчины и живая музыка, активная молодежь региона подвела итоги уходящего года традиционным костюмированным балом. Необычный вечер литературы, музыки и живого общения устроила молодежь Ненецкого округа. Таким образом, она проводила уходящий год и встретила год наступающий. Костюмированный маскарад собрал более 250 человек. Среди них только самые активные, неравнодушные и целеустремленные. На балу побывала и моя коллега Валентина Чибичек. Элегантные леди, галантные мужчины и живая музыка. Три компонента настоящего бала. На новогоднем балу, который ежегодно завершает череду молодежных встреч, пошли и еще дальше. Устроили настоящий костюмированный праздник. Женщины в загадочном длинном и мужчины в бабочках сговорились по просьбе организаторов. Так молодежный центр пожелал проводить год литературы. Выбор пал на знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И действительно, среди участников не оказалось покровителя черной магии Воланда, пламена рыжего Азазелла и лучшего из шутов кота-бегемота. Зал Нордхолла украшали Маргариты разных мастей. Их наряды отнюдь не из московских сороковых. Но это не помешало на один вечер стать настоящей героиней легендарного романа. Платье подбиралось в основном под маску, потому что маску купили первой. И выбирался образ такой, чтобы он был утонченный, более элегантный и чтобы мне понравилось. Мужчины ограничились черной двойкой. Ведь, как сказал один известный специалист по роману, настоящие мастера к одежде равнодушны, зато любят творчество и всё, что с ним связано. По словам главного мастера молодёжного центра Даниила Исполинова, в этом году молодёжь проявила себя во многих направлениях. В предыдущие годы это был один подход к работе, больше мероприятийный. Тогда это была череда мероприятий. Сейчас, я говорю, фактически приходится менять своё самосознание, понимать, что нужно молодёжи, что нужно для неё делать, чтобы они сами что-то делали, создавали. Большим достижением уходящего года стал молодёжный форум «Наследники Победы», образовательный проект «Ты предприниматель», успех команды КВН на межрегиональной лиге «Балтика», акции к юбилею Победы. Каждому из нас этот год запомнился чем-то особенным. Этот год был очень запоминающим, потому что я приехала в Наринмар, и этот год я жила в Наринмаре, и было столько событий всяких, хотя, казалось бы, даже полярный город, он живёт какой-то активной жизнью, это очень здорово. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, телеканал «Север». Итак, до встречи Нового года остаётся чуть больше недели. Праздничная атмосфера на этот раз воцарила в самом центре Наринмара. В детском южном центре «Лидер» стартовала очереда традиционных губернаторских ёлок. Сразу несколько прошли накануне красочные представления, посетили сотни ребят разных возрастов. Особую программу в этот раз приготовили для старшеклассников и студентов. Главным событием ёлки стала новогодняя селфи-вечеринка. Наша съёмочная группа приняла в ней непосредственное участие. Их называют «золотой молодёжью». Это те, кто достигли тех или иных достижений в области образования, культуры или спорта. Умники и умницы. Главный зал детско-юношеского центра «Лидер» сегодня полностью в их распоряжении. Яркие декорации и громкая музыка. Ну что ещё нужно для хорошего настроения? Новогоднее настроение царит повсюду. Завораживающее пение сливается с танцами. Костюмированный бал – теперь это уже в прошлом. Ответ современного поколения – новогодняя селфи-вечеринка. Десятки снимков с похожим содержанием. Неподдельные улыбки на юных лицах, эмоции и яркие цвета. Фотографии словно уносят в новогоднюю ночь, до которой всего несколько дней. Перед соблазном сделать селфи на фоне красочного представления не устояла и наша съёмочная группа. Вот что из этого вышло. После участники ёлки пустились в пляс. Впрочем, некоторые современным трекам здесь предпочитают легендарную заокеанскую поп-музыку. Особенно вот этот молодой человек Владимира Литкова прозвали местным Майклом Джексоном. Сегодня меня пригласили на выступление, на новогоднюю вечеринку селфи, дать концерт и вот сегодня я буду выступать. Ну что-нибудь прямо сейчас продемонстрируй. Да, конечно. А каждый может такое сделать или всё-таки надо учиться? Это надо учиться очень долго и упорный труд. Я это долго учусь, танцую 10 лет и у меня всё лучше и лучше получается. Губернаторская ёлка – это не только красочное представление, но и просто общение. В зале почти 300 школьников и студентов из различных учебных заведений. Новые знакомства в преддверии Нового года. Пожалуй, главный подарок для этих ребят. Смотреть все, что тут будет. Увидеться со всеми учениками всех школ. Вообще интересно провести время. Кульминацией всего представления по традиции стала новогодняя дискотека. В центр лидер пригласили известного в городе диджея. Олег Катанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Такова была информационная картина этого дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес трксевер.ру. Далее прогноз погоды. До встречи и с наступающим. Субтитры создавал DimaTorzok